Великий философ Абу Наср Альфараби дал совет учителям по воспитанию учеников. Учитель не должен быть слишком строгим и слишком мягким, потому что строгость провоцирует желание противостоять ей, а излишняя мягкость лишает знания ценности из-за того, что ученик не будет относиться к занятиям серьезно. Разница между двумя характерами очень велика. Вы зададитесь вопросом, как может характер одного человека повлиять на образование и воспитание маленького человека. Если понаблюдать, то можно понять, что высказывание и спустя века очень жизненно и близко к истине. Поговорим сегодня о подготовке одних из самых дефицитных в столице кадров педагогических. Аим Давыд студентка третьего курса. Совсем скоро вступит в ряды учителей казахского языка и казахской литературы. Девушка уже вела уроки на практике, но пока сама еще учится преподавать. Каждое государство стремится воспитать образованную молодежь. Поэтому так важна учительская профессия, и именно поэтому я сделала выбор в пользу педфака. Учитель полезен не только обществу, как и воспитатель детей, который учит их писать и читать. Это проводник знаний для многих будущих поколений. Вчера мечта, а сегодня цель, завтра осуществление. Также говорят, выбирая это направление, я знала, что в будущем, как учитель, я должна буду делиться своими знаниями с учениками. Девушка с большой охотой пришла в педагогику. Сейчас учится на платном отделении. Говорит, несмотря на то, что свой статус учителю приходится отстаивать ежедневно, она настойчива в своем желании освоить сложную профессию. Учителю по статусу положено быть немного сверхчеловеком. Он все время совершенствует свои знания. У него безупречная репутация и поведение. Он должен быть во всем в качестве образца. Это и внешний вид, и личный кабинет, а главное его отношение к детям и родителям. Это альма-матер столичных учителей. В УЗИ готовят кадры по самым разным педагогическим специальностям. Частное учебное заведение открыто в 1995 году, но выполняет госзаказ при подготовке учительских кадров. За это время институт выпустил более 10 тысяч педагогов-языковедов, историков, математиков, географов и прочих. В нашем институте мы уделяем большое внимание педагогическим специальностям. Среди наших факультетов 6 – это именно педагогические. А что касается абитуриентов, то ежегодно из общего потока поступающих 60% выбирают учительские профессии. Отмечу, что сейчас к студентам, будущим педагогам предъявляются очень жесткие требования. Наша первостепенная задача – готовить учителей 21 века. Поэтому, начиная от приема студента до текущих экзаменов, практики и дипломной работы, мы очень строги. Самая серьезная работа идет в части воспитания педагога будущего. В составе института 5 кафедр. Это кафедра дошкольного воспитания и обучения. Кафедра педагогики и методики обучения в начальных классах. Кафедра психологии и педагогики, а также истории казахского и русского языков и литературы. По педагогическим специальностям у нас есть 12 траекторий. Это значит, что у студента по каждой специальности может быть 2-3 сложных программы траектории. Например, по специальности преподавания казахского языка и литературы добавляются дисциплины, касающиеся этой профессии. Например, языкознание и литературоведение. Учителя иностранного языка изучают не один профильный, а два языка. Учителя-историки, например, изучают не только историю Центральной Азии. В институте широко используют опыт Назарбаев интеллектуальных школ. Например, сейчас среди 120 преподавателей есть доктора наук, профессоры и доктора ПЕЧТИ. Все они регулярно совершенствуют свою квалификацию. Также мы выполняем государственный заказ. В этом году к нам в институте на обучение по государственному гранту поступило уже 18 человек. Они получили грант за счет городского бюджета. Вы знаете, что в Астане особенно остро ощущается нехватка ПИД-кадров. Для того, чтобы покрыть этот дефицит, мы рекомендуем готовить учителей в том же объеме. Сейчас в стенах учебного заведения обучается более 2000 студентов. Каждый второй из них выбрал педагогическую специальность. Обладателями государственного гранта стали более 30 человек. Почти все они – будущие учителя. В группы с казахским языком обучение абитуриенты сейчас поступает больше. Тех, кто хочет учиться на русском языке, меньше. Во-вторых, замечу, что по-прежнему нет роста популярности педагогических специальностей среди поступающих. Современная молодежь рассматривает выбор профессии с прагматической точки зрения. Им важно, какие завтра будут перспективы, какая будет зарплата и востребованность. Прежние подходы к подготовке специалистов-педагогов устарели и не отвечают требованиям обновленной программы образования, говорит Боржан Сарсикеев. Если посмотреть, кто работает в школах и детских садах, то можно обнаружить, что большую часть штата там составляют люди предпенсионного и даже пенсионного возраста. Если же встречается молодой специалист, то его воспринимают как идеалиста или романтика, который пришел в учительскую профессию за мечтой, говорит профессор. У нас есть специализация «Дошкольная подготовка и воспитание». Здесь готовят воспитателей детского сада. Это не очень популярное направление у выпускников школ. Когда идет профориентация, мы спрашиваем у будущих выпускников, кем они хотят быть. Если те, кто говорит, что хотел бы работать с маленькими детьми, но когда подростки узнают, сколько получают воспитатели, они резко теряют интерес. Самое основное требование к любому педагогу – это компетентность. Поэтому свою миссию мы видим в том, чтобы выпускать грамотных специалистов. Мы рассматриваем модульные программы, цели и содержание, а также методы и технологии. В институте при кафедре педагогики с 2002 года функционирует научно-проблемная лаборатория, основная задача которой – разработка научно-методического обеспечения и педагогических технологий в профессиональной подготовке учителей. В лаборатории готовят учебно-методические комплексы для учителей и разрабатывают школьные учебники. Научно-проблемной лаборатории изданы два учебника, четыре методических пособия и восемь учебных пособий, рекомендованных Министерством образования и науки как обязательные для использования в средних общеобразовательных школах Республики Казахстан. Кроме того, лаборатории подготовлено и внедрено в учебный процесс учебное пособие для студентов-историков. Научно-исследовательская лаборатория общей и специальной психологии при кафедре педагогики функционирует уже восемь лет. Среди ее разработок есть, например, такие, как актуальные проблемы психологического сопровождения детей-сирот, детей и взрослых с нарушением развития. Волошак Педагогтар, прежде чем будущие педагоги придут на работу в школу, они должны изучить все категории инклюзивного образования. Иначе на практике часто получается, что неподготовленный педагог от работы в школе год-два уходит. Говорят, что не могут адаптироваться к такой среде. Если бы они прошли подготовку у нас, поработали с детьми с ограниченными возможностями, мы бы помогли им стать компетентными и опытными специалистами. Государство поддерживает развитие инклюзивного образования. Появляются новые образовательные возможности для детей, которые имеют особые потребности. Важное значение принимают условия их социализации. И кадры, которые помогают людям с инвалидностью, очень нужны и, к сожалению, дефицитны. Инклюзивное образование дает возможность людям с ограниченными возможностями получать знания в школах, колледжах и вузах наравне со всеми. Поэтому эту дисциплину мы считаем необходимой для будущих учителей. Ставим его в приоритет, поскольку педагогу на уровне нужно будет выполнять сразу две функции. Непосредственно давать знания и помогать в адаптации в обществе. Айкумы Сусенова предпочла такое непростое направление, как педагогика и психология инклюзивного образования. Девушка с хорошими баллами ЕНТ могла выбрать любую профессию, но, говорит, решила по зову сердца и не прогадала. Выяснилось, что на таких специалистов очень высокий спрос. Конечно, есть определенное чувство страха. Это состояние, как мы будущие педагоги и психологи должны уметь не только определить и преодолеть, но и заставить работать в свою пользу. Если ты, как педагог, покажешь себя с очень хорошей стороны, то, естественно, вызовешь доверие. А это, наверное, самое главное в работе с детками с особыми потребностями. Наша главная задача – адаптировать их в обычной среде, среди простых людей. Я считаю это очень интересно. Я выбрала профессию, которая открывает окно в душу человека. Я знаю, что моя помощь будет необходима многим. Учебное заведение опирается на опыт зарубежных коллег в подготовке кадров по новым специальностям. Например, казахстанские студенты уже на первом курсе были направлены на обучение в Белорусском государственном педагогическом университете, а также в Кузницах педкадров Омска и Новосибирска. В этом семестре семь наших студентов подтягивают свой английский и обмениваются знаниями в университете Эстонии. Среди отечественных вузов мы общаемся очень тесно с Казахским национальным педагогическим университетом имени Абая. К сегодняшнему дню 70 наших студентов прошли обучение в других вузах. Сегодня мы говорили об учебных заведениях Астаны, которые готовят учителей. К сожалению, практика показывает, что сейчас таких вузов недостаточно. Глава государства дал поручение правительству открыть в каждом учебном заведении педагогические факультеты. Стоит задача подготовить грамотных и квалифицированных учителей по математическим и естественно-научным дисциплинам. Редактор субтитров А.Семкин